Энергетики просто противопоказаны. Ведь эти напитки пьют наши дети. Ведь многие их пьют просто из-за вкуса. Кофе уже в этот момент не помогает. Говорят, что лучше выпить энергетик, чем слететь с трассы, заснув за рулем. Иммунная система будет страдать, и она не сможет качественно вас защищать. Ну, выпил баночку, другую. Ну, никто ж не умер. Так что думайте, друзья. Эта смесь убивает, но убивает она медленно. Добрый день, мои дорогие зрители. Сегодня поговорим про энергетики. Точнее, о энергетических напитках, которыми сейчас просто завалены полки в супермаркетах. Эти напитки сейчас очень популярны в странах СНГ. За рубежом порядка 50% молодежи регулярно употребляют эти возбуждающие напитки. Можно на самом деле назвать их легальным допингом. Главные ингредиенты это кофеин, таурин, экстракт гуарамы и различные стимуляторы, красители, сахар, усилители вкуса. Учеными уже доказано, что эти напитки никакой энергии не дают, а только используют наш собственный ресурс. И за всплеском энергии после употребления этого напитка быстро следует усталость и бессонница, раздражительность в том числе. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь эти напитки пьют наши дети. Ставьте лайк этому видео. Информация точно будет интересной и полезной. От большого количества энергетика наше сердце колотится, работа мозга замедляется. И это сильнейший удар по нашей печени, по почкам. Многочисленные исследования доказывают, что при регулярном употреблении энергетиков на все органы и системы идет просто колоссальнейшая нагрузка. Некоторые, ссылаясь на то, что в дороге засыпают за рулем, кофе уже в этот момент не помогает, говорят, что лучше выпить энергетик, чем слететь с трассы, заснув за рулем. Если вы засыпаете за рулем, самое лучшее для получения заряда энергии это остановиться, немножечко поспать, а если уже пить, то только, конечно, воду. Идем дальше. Большое количество сахара в этих напитках повышает инсулин, который в свою очередь резко снижает уровень сахара в крови. Это приводит к тому, что хочется выпить еще баночку, и еще баночку, и мы начинаем истощать таким образом нашу центральную нервную систему. Это ведет к поверхностному сну, и мы не восстанавливаемся, так как глубокий сон так и не наступает. А еще, если пить энергетики каждый день, это ведет к разрушению клеток мозга. Дальше повышается раздражительность, утомляемость, и, конечно, наступает зависимость от этих напитков. Более двух банок в день это сильное влияние на сердечно-сосудистую систему. То есть в этот момент сердце буквально колодится. И, конечно, повышается сильно артериальное давление. А для людей с гипертонией или истощенной нервной системой энергетики просто противопоказаны. Еще энергетики дают сильный мочегонный эффект за счет большого содержания в них кофеина. Мало кто задумывается, что после выпитой банки энергетики тут же нужно выпить еще литр воды. А обезвоживание в этот момент идет сильнейшее. От передозировки энергетиков может начаться рвота, диарея, может повыситься температура, развиться аритмия, обостряются какие-то процессы, которые у вас есть воспалительные, там даже язва. Даже галлюцинации наступают. И еще и добавляется к этому всему неадекватность. Если энергетики употребляют на постоянной основе, ведь многие их пьют просто из-за вкуса, будут сопровождаться постоянно головные боли, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, иммунная система будет страдать, и она не сможет качественно вас защищать. А любители употреблять энергетики даже не задумываются, что в этом есть непосредственно прямая связь. Ну, выпил баночку, другую, ну, никто ж не умер, да? Сердце не отпало, печень не отвалилась. Так что думайте, друзья, эта смесь убивает, но убивает намеренно. А энергетики с алкоголем, это просто какая-то бомба, она в любую минуту может рвануть, потому что это этиловый спирт и кофеин, это два несовместимых вещества. Этиловый спирт замедляет работу сердечной мышцы и затормаживает работу нервной системы. А кофеин стимулирует. А также и спирт, и кофеин приводят к сильному, очень сильному обезвоживанию. И негативные эффекты буквально утраиваются. В результате этого диссонанса получается очень сильное истощение головного мозга. Конечно, это очень сильно влияет на почки. В общем, никогда не увлекайтесь этими гремучими напитками. Не мешайте их с алкоголем. А если уже выпили, обязательно пополните запасы воды, чтобы избежать обезвоживания. Никогда не принимайте энергетики в период активных занятий спортом. Это тоже просто противопоказано. Если вы хотите быть в энергии, то нужно не энергетики пить, а в общем-то правильно питаться, вовремя отдыхать, двигаться, соблюдать водный баланс. Важно так, чтобы в вашем организме были в достатке макро- и микроэлементы. Например, такие как минералы. Калий, натрий, магний. Они образуют такие маленькие генераторы у вас в организме, которые вырабатывает электричество. Причем, если натрия у всех достаточно, мы все подсаливаем. А вот с калием и магнием очень у многих из нас дефицит. Сейчас я углубляться в тему минералов не буду, но у меня для вас есть подарок. Полезный чек-лист. 22 продукта, содержащие калий. Это очень важный микроэлемент в нашем организме. Ссылочку для скачивания я разместила в описании под видео. Кликайте по ссылке и забирайте бесплатно полезный чек-лист. Сейчас на рынке есть продукты, которые вообще мало того, что дадут прилив энергии, они еще принесут огромную пользу для вашего здоровья. Я рекомендую прямо сейчас посмотреть на моем канале видео о магнии в нативной форме. Очень интересный продукт. Рекомендую. Ссылочку на видео вы где-то сейчас увидите вверху на экране. Все, что касается нашего физического состояния, то есть здоровья, не следует обманывать себя снятием каких-то симптомов, вспомогательными средствами. Всегда нужно убирать первопричину. Первопричину данной проблемы. И помните, что энергетики это стимуляторы, которые точно ничего хорошего не принесут и плохо отобразятся на вашем сне. Обязательно потребуют после себя определенного восстановления. Напишите в комментариях, считаете ли вы энергетики допустимыми напитками. А на этом у меня сегодня все. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok